И снова здравствуйте, The Brash 2019 уже и будем в этом ролике доделывать нашего барана. Но перед тем, как его доделать, хочу вас познакомить именно с одной программкой Polybrush Live. Давайте рассмотрим, как она может помочь в работе по 3D и что она из себя представляет, а потом уже баран-то. Вот такая программка Polybrush Live 2.2. Что она делает? Здесь есть вот кисти, можно нажать Edit, создать свою кисть, можно нажать на пустое окошко и здесь полностью сделать свою кисть. Вот таким вот образом. Такую кисть, которая вам нужна. Вот так. И ей же потом уже можно рисовать. Вот таким вот образом. Жмём Ctrl-Z, переключаемся уже на готовую, можно вернуться в Brush. И вот здесь вот есть настройки. Вот вы можете сделать вот такую кисточку, потом вот нажимаете, экспериментируйте. Разные кисточки получаются вот таким вот образом. Здесь шкала Radius. Если вы делаете её больше, то будет больше Radius именно модельки. Вот так вы вытягиваете её. Вот вы видите, как это всё рисуется. Ctrl-Z также здесь работает. И уменьшив Radius, получается вот такая тонкая штука. Ctrl-Z. Опять же, нижний полосок нажимаете, регулируйте. Он тоже вам помогает в работе. Вот можно сделать такие рога именно, как вот, Hellboy, Ctrl-Z. И возвращайтесь в Edit. И здесь у вас тоже вот, опять же, разные настройки. Mesh, Color и так далее. UV Map. Этим можно пользоваться. Опять же, вот эта вот настройка поможет сделать кисточку, какую нам надо. И вот эта вот тоже настройка тоже помогает. Так, правая кнопка мыши увеличивает кисть. Вот вы видите, какой появляется радиус. Сами выбираете, какой нужен. Вперёд-назад её вводите. Это вот такой вот обзор. Опять же, можно так, включить браш, прибавить немножко радиус. И вот Shift. Левая кнопка мыши выравнивает всё это дело. И от центра можно вести вот такую штуку. Вот так вот загибаем, дорисовываем. Вот такие рога для барана нам могут пригодиться. Сохраняете здесь вот Save, Ctrl, плюс S. И сделать новый проект, если всё это закрыть, то жмёте вот New Scene или Open Scene. Всё простенькое. Теперь здесь меняется именно цветовое оформление программы. Здесь симметрия. Можно работать с симметрией по X, по Y. Выставлять тут настройки. Ctrl Z нажимаем. И допустим, вставите по X. И получается, что работаете вот так теперь. С симметрией. Вот такая штука получается. Так, Ctrl Z. Это нам не нужно. Симметрию можно отключить. Опять же, если вы хотите здесь полепить, то вам нужно зайти сначала в Brush, в Edit, в Edit, пардон, потом Sculpting Tool открыть. И нажать Modifier. Grid открыть и выбрать сферу. И уже с этой сферой вы можете работать. Ну, прикольная штука. Изучайте, смотрите. Кстати, ролики по этой программке есть. Она весит очень мало. Почти как Sculptris. Так что затруднений здесь у вас не будет. Так, рога сделаны. Пошли теперь опять же в The Brush. Эту программку я закрою. Надеюсь, она вам понравится. И вот любимый The Brush. А, и вот мы уже в The Brush подгрузим импорт сюда голову барана, которую должны были сохранить. Так, болванка барана загружается. Вытягиваю. Вот такая штука. Edit, Make Polymesh. Можно нажать, а можно и не нажимать. И вот такая вот заготовка загрузилась. Теперь заходим в Subtool. Жмём теперь Append. Можно добавить примитив или просто сделать дублирование модели. И загрузим вот эти рога с Polybrush. Импорт. Находим эти рога. Открыть. Они подгружаются. Вы видите, большевато. Тут нужно теперь с ними поработать. Заходим теперь в Geometry. Жмём Size. И уменьшаем. Вот так вот. Теперь жмём Move. И перетягиваем это к нашей модели. Жмём Frame. Ещё уменьшаем. Alt. Левая кнопка мыши. И теперь с помощью Move опять же отключаем, вытягиваем полосу, линейку и жмём опять же Gizmo. Вот так всё это дело передвигаем. Подгоняем под барана Alt. Левая кнопка мыши регулируем. Переворачиваем правой кнопкой мыши. И вот так всё это дело с Gizmo перекручиваем. Вот таким вот образом. Всё это дело теперь надо подогнать. И вот сюда установить. Вот таким вот образом. Так. Что ещё можно сделать? Можно это ещё больше перекрутить. И уже вот так поставить на бошку барана. Смотрим, что да как тут стало. Немножко Move. И немножко подкрутить вот так вот в сторону. Вот так вот. Вот такая штука получилась. Жмём теперь Modify Topology и жмём теперь Close Hose. Когда это всё нажато, жмём Dynamesh. Делаем всему этому рогу Dynamesh. Опять же рога можно делать иначе. Уже в The Brush. Ссылки оставлю на эти ролики. Так. Всё нормальное. Можно прибавить даже объёмчику. Вот так вот. Ну и можно в деформации, в Flatten чуть-чуть это всё дело. Утолщить. Вот так вот. И сделать Polish. Всё. Рога теперь у нас гладкие. И отключаем Gizmo Drive нажимаем. Жмём кисть. И находим Moff Topology. Ставим Draft Size побольше. И вот так всё это дело здесь можно уже подкорректировать. Вот так. Если Draft Size ещё сделать побольше, то можно вот эту середину немножко вот так вот сюда вытянуть. Вот так вот. И немножко её здесь подкорректировать. Вот таким вот образом. Вот так вот. Вот всё прикольно. Всё классно. Теперь заходим опять же в Geometry и делаем Modify Topology. Так. Mirror and Well. Можно теперь Ctrl D добавить дивайдов на рога, а потом уже их дооформить, пролепить. Дорегулировать. Вот что-то в таком духе получается. Поработать немножко с головой барана. Где рога чуть-чуть. Ctrl Z. X. Симметрия. Включаем X английскую. Нажимаем. И вот так всё это дело здесь вытягиваем. Вот так вот. Немножко подкорректируем уши. Вот так приподнимем. Ну и можно теперь немножко вытянуть шею. Вот так вот. Вот такой быстрый способ сделать барана мультяшного. Теперь в Geometry. Так, пардон. Делаем Subtool. Добавляем Append и добавляем сферу. Переключаемся на сферу. Заходим в Geometry. Делаем в сфере Dynamesh. Переворачиваем модель. Ставим Moe. Включаем Gizmo. И теперь вот нужно поработать немножко с Gizmo. Повытягивать её вот за эти квадратики. Немножко сплюснуть. Ну и немножко сделать тоньше. Вот так вот. Немножко теперь всё это дело отодвинуть. И подставить вот сюда. Ну а теперь Moff Topology нам поможет сделать именно ноги. Ctrl-Z. Включаем X-симметрию. И вот так всё это дело вытягиваем. Чуть-чуть можно выгладить. Опять же всё это дело вытягиваем. Draft Size можно чуть-чуть побольше. Всё это дело вот таким вот образом происходит. Вот так вот. И немножко их сюда вот так уведём. А потом уже докорректируем. Так, следом Draft Size опять же побольше. И вот так вот сделаем. Придадим вид, так сказать, телу. И опять же надуваем заднюю часть. И с помощью Moff Topology вытягиваем вот так лапы. Draft Size опять побольше. И делаем вот так вот ляхи. Так, чуть-чуть это всё дело выглаживаем. И вот так вводим. Так, здесь вот так. Здесь вот так. И посмотрим теперь сверху, как это всё выглядит. Здесь немножко нужно сделать потоньше. Где хребет. Вот так вот. А живот и грудь. Вот здесь вот грудь чуть-чуть приподнять. Вот эту часть. Draft Size поменьше. И чуть-чуть живот надуть. Побольше сделать его. Вот так. И вот эти части немножко приподнять. Жопу докорректировать. Вот так вот уже у нас баран. И сделать всему этому делу Dynamesh. Так, всё это Shift'ом теперь можно выгладить или нажать Polish. И здесь уже можно начинать лепить. Включаем кисти. Включаем Clay Birdop. Уменьшаем Draft Size. Ставим интенсивность на двоечку. И вот так всё это дело можно чуть-чуть поднакидать массу. Где-то какие-то проработать детали. Это уже по прошлым роликам. Кто смотрел, не составит для вас труда. Вот так. Вот здесь вот так вот часть добавим. Немножко поднакидаем что-то вроде хвоста. И немножко вот здесь вот дооформим вот эти части. Опять же Alt удерживайте Alt и модель кисть начинает углублять. Выдавливать. Shift всё это дело выглаживает. Преображаем позвонок ребра. И сделаем здесь вот типа копчика. Draft Size побольше. И вот так вот Alt удерживаем. Можно зарисовывать какие-то детали. Углублять точнее. Вот таким вот образом выглаживаем. Всё. Форма придана. Вот такой вот прикольный баран. Теперь давайте мультяшные лапы ему добавим. Subtool. Нажмём Append и добавим цилиндр. Переключаемся на цилиндр. Опять же заходим в геометрии. Опять же делаем всему этому Dynamesh. Заходим нажимаем Size и уменьшаем по оси Y вытягиваем. Вот так вот. И опять же уменьшаем. И опять же вытягиваем. Вот так. И опять же уменьшаем, чтобы они были именно тонкие. Вот так. И ещё немножко. Всё. Когда подогнали, можно теперь устанавливать именно к барану. Вот так всё это дело устанавливаем. Чуть-чуть приподнимаем. Вот так. И делаем Control и оттягиваем вбок. Дублируем. Control. Левая кнопка мыши. С помощью Gizmo опять же подгоняем всё это дело. Ну и теперь нужно поработать именно мофт Apology. Делаем побольше. И немножко вот так вот вытягиваем. Так. Теперь Control и и немножко вот так вот выводим сюда. Вот так вот. Докорректируем теперь тело. Немножко приподнимем вот эти мягкие части и немножко их сформируем. Вот так вот. теперь опять на ноги снимаем Control маску и заходим в геометрии и делаем Modify Tapology Mirror and Valve. Вот такой уже дубляж произошёл. Зеркалка. Ну и давайте немножко сделаем теперь копыта. Опять же копыта можно делать со сферы. Переключаемся на сферу. Повторяем динамешем её. Динамеш. И теперь это по сайзу уменьшаем. Вот так уменьшаем с помощью Moff и Gizmo перетягиваем вот сюда вот вниз и устанавливаем вот к этой лапе. Приближу побольше чтобы было видно. Теперь Gizmo уплотняем. Вот так всё это дело. Отключаем. Graph Size поменьше. и вот так всё это дело вытягиваем. Можно поставить теперь кисть Playbird Up зажать Alt и немножко Alt тут придать форму. Вот так вот. снизу тоже подкорректировать. Ну и немножко Moff Topology Draw Size побольше. Вот так вытянуть всё это дело. И вот здесь вот так вот увести. Вот так вот. вот так вот. Вот так вот. Делаем теперь Дивайдов. И немножко с помощью Gizmo вот сюда это всё дело подставить. Вот так всё это делаем. Вот таким вот образом подставляем. ну и тут уже корректировка подгонка. Можно даже ноги вот эти ноги объединить с этим SubTool потом. Сначала мы его дублируем делаем дубликат вот так. И дубликат можно поставить на заднюю лапу сюда. Чуть-чуть подогнать подкорректировать. Вот так. И теперь вот это всё делаем объединить Merchdown объединить SubTool все SubTool объединены выглядит это поле вот так разные поле группы этому всему можно сделать Dynomers всё это дело слепить вместе и уже с этим делом всё можно работать вот так вот где-то потоньше где-то выгладить вот так ну и эту лапу тоже а это уже всё доработается ну так как мультяшно и делаю мультяшно побольше чуть-чуть с изгибом кривоватые пусть будут лапы вот так вот ну и делаем опять же геометри Modify Topology Mirror and вот такой прикольный персонаж так добавим теперь глаза опять же добавляем Upend опять же сфера опять же переключаемся на неё и делаем динамеш геометрии опять же динамеш сайз уменьшаем и подгоняем в глазные яблоки вот так вот вот таким вот образом так еще немножко уменьшить Graph Size гизму можно убрать и посмотреть что тут происходит вот так ну и теперь Modify Topology Mirror Enter вот уже у нас два глаза немножко можно их выпучить и уже потом пролепить сделать зрачки какую-то более-менее дать форму так за головой можно опять же тут поработать используем Moff Topology вот эту часть чуть дальше оттянуть а века чуть-чуть накинуть побольше вот так здесь можно чуть-чуть сделать вот так и вот здесь сделать чуть-чуть потоньше таким вот образом шею потолще уже тут по внешнему виду так вот такой баран сделаем теперь барану дубликат сделаем Dynomers Geometry Dynomers смотрим что да как добавим Ctrl D Divide 1 и теперь включаем нижнюю модель вот так вот и переходим в Projectal делаем Projectal детали накидываем на модель после Dynomers все нижнюю деталь теперь вот эту Subtool можно удалить Delete OK снять маску вот такой получился баран чуть-чуть выгладить и уже тут поработать лепкой и добавить именно шкуру вот такая прикольная штукенция так попробуем Draft Size теперь на голову чуть-чуть побольше здесь поднять где рога вот так вот вот таким вот образом уже как-то поприкольней будет и уши немножко и челюсть чуть-чуть вперед уже можно тут регулировать делать как как вы себе представите его вот так вот и вот эту часть чуть-чуть наверное повести и вытянуть вперед вот так вот также поработать можно с рогами немножко их тут подкорректировать ну и опять же добавить рогам вот эти вот текстурку как вот положено как они сделаны вот так вот где-то чуть-чуть рога можно тоже подправить можно еще прикольнее сделать как-то вот так вот вытянуть где-то приподнять ну словом фантазируйте ну вот такой вот быстрый способ сделать именно барана вот такая штука здесь можно потоньше здесь чуть-чуть его вытянуть пошире вот так ну вроде прикольный вот так уже будет прикольнее можно его сделать похудее потолще поупитаннее и так далее красиво и так и так и так и так и так и так Вот такой баран получился, всем пока, всем до свидания, лайк, дизлайк.